Лекция по Бхагавадгите, как она есть, глава 4, текст 21, прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивидантой, с вами Прабхупадой, 10 апреля 1974 года в Бомбее. Перевод «Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится о удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха». Это необходимо в человеческой жизни. Есть, не запрещается. Вы не обязаны голодать. Об этом шастерне говорят. «Чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, вы должны жить нормально, хорошо, чтобы не болеть». Дело в том, что человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы мы продвигались и решили все проблемы своей жизни. Поэтому это необходимо. «Юкта» в другом месте сказано. «Юкта-харо-бихарасча» «Юго-Бхабхати-сидрыд «Юг-харо» Когда человек становится йогом, истинная цель нашей жизни — стать йогом. «Юг-харо-бхабхата-шидрыд – Йоги» — это тот, кто возрождает свою утраченную связь с Богом. В настоящий момент, находясь в материальных условиях, мы позабыли о своих вечных отношениях с Богом, с Кришной. Кришна-бхакти, наша любовь к Кришне, живет в нас вечно. Однако, из-за нашего осквернения материальным миром, мы позабыли о наших отношениях. К примеру, если безумец забывает о своей связи со своей семьей, он начинает бродить по улицам, он ест где попало, все, что попало. Хотя у него может быть очень богатый отец, он может быть из состоятельной семьи, но он позабыл. Безумие означает забвение о его истинной жизни. И вот сейчас мы забыли о нашей реальной жизни. Об этом очень ярко говорит один поэт Вайшнав. Пишачи, когда человек одержим призраками, он несет всякую чипуху, он не может узнать своего отца, свою мать, родственников. Иногда он обзывает их грязными именами из-за того, что он одержим Пишачи Пайлы. Точно так же, в обусловленном состоянии, находясь под влиянием Майи, мы тоже несем всякий вздор. Я принадлежу этой семье, я принадлежу этой нации, этой общине. Я занимаюсь вот этим и тем. Мы просто забываем о сознании Кришны. Человек помнит обо всем остальном, но когда его просят стать сознающим Кришну, постичь Кришну, ему это не нравится. Он возьмется за всякую ответственность и будет тяжело трудиться ради всего, чего угодно, кроме сознания Кришны. Это называется Майя Грастаджива. Итак, Нираши, когда мы возвращаемся в наше изначальное положение, это называется Тапасси. Тапасси — это восстановление нашей изначальной нормальной жизни, сознания Кришны. Это называется Тапасси. Тапасси не способны совершать кошки и собаки, другие животные. Тапасси предназначена для человека. Поэтому человеческую жизнь называют Дурлабаджанма. Прохлад Махараджа говорит, Прохлад советует своим одноклассникам, мои дорогие друзья, С детства мы должны постигать науку Бхагавата-дхармы. Бхагавата-дхарма — это восстановление наших утраченных отношений с Бхагаваном, верховной личностью Бога. И это возможно благодаря человеческой форме жизни. Поэтому образование в сознании Кришны необходимо давать с самого детства. Ковмара — ковмара, значит, с возраста пяти до десяти лет. То есть с пяти до десяти лет — это возраст ковмара. Мы открыли нашу школу в Техасе. Мы очень хорошо обучаем всех этих детей. Они хорошо учатся. Если детей учить, они учатся. Они невинные. К сожалению, мы не обучаем их сознанию Кришны. Мы даем им образование в том, как услаждать чувства, как зарабатывать деньги, развивать экономику. Экономическое развитие означает зарабатывать как можно больше денег и удовлетворять, как можно дольше удовлетворять чувства. Это современная теория. Но Кришна говорит, чтобы достичь совершенства жизни, человек должен быть нираши. Нираши означает не желать излишних чувственных наслаждений. У каждого есть право на жизнь и на хорошую жизнь. И ради этой цели Господь достаточно всего предоставил. Он все хорошо организовал. Ни одно живое существо не будет голодать в его царстве. Он все устроил. Но когда мы забываем, все больше и больше забываем Кришну, Бога, природа будет наказывать нас. Она будет ограничивать нас в продуктах питания. Так действует закон природы. Нынешний продовольственный кризис. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Там обо всем говорится. Бхагавад-гита не призывает жить, питаясь воздухом. Нет. Бхагавад-гита говорит «Аннат-бхаванти-бхутани». «Анна» значит «злаки». В них есть потребность. Бхагавад-гита не призывает отказаться от еды. Просто дышите воздухом и практикуйте йогу. Нет. Но мы не должны есть ни больше, ни меньше. Вот что рекомендуется. «Юкта-хара-ви-хараси». Мы не должны есть больше и не должны есть меньше. И нираши, нираши, нираши значит «не желать излишеств». Сейчас мы желаем услаждать свои чувства все больше и больше, но это нежелательно. Если вы хотите достичь совершенства жизни, вы должны совершать тапасию. У человека есть желание, но он не должен желать лишнего. У каждого есть право есть. Даже у животных. У каждого есть право на это. Но поскольку мы желаем наслаждаться все больше, поэтому мы не даем животным возможности нормально жить. Скорее, мы пытаемся есть их, но в этом нет необходимости. Это называется нираши. Зачем вам есть животных? Это нецивилизованная жизнь. Вот если нет пищи, если люди аборигены, они питаются животными, потому что они не умеют выращивать пищу. Но если человеческое общество становится цивилизованным, люди могут выращивать множество замечательных продуктов, могут содержать коров. Вместо того, чтобы есть их, они могут получать достаточно молока. Мы можем делать из молока столько разных блюд, из молока и из лаков. Поэтому мы не должны без необходимости желать больших наслаждений. Здесь говорится, «Килбишам» значит «последствия греховной жизни». Если мы не желаем больше, чем нам необходимо, то мы не запутываемся в греховной деятельности, курван апий. Несмотря на то, что человек занят деятельностью, во время работы, осознанно или неосознанно, вам приходится делать нечто не очень благочестивое или даже греховное. Но если вы желаете лишь нормальной жизни, тогда курван напноти, накил бишам. Мы должны жить, не навлекая на себя последствия греховной деятельности. В противном случае нам придется страдать. Но люди не верят, хотя они видят столько отвратительных форм жизни. Откуда они берутся? 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Есть столько форм жизни, которые пребывают в очень отвратительных условиях. Конечно, животные не понимают этого, но мы, люди, мы должны знать, откуда появляются эти отвратительные формы жизни. Это иллюзия майи. Например, свинья живет в очень грязных условиях, питается экскрементами, и тем не менее считает, что она счастлива, и поэтому толстеет. Если человек чувствует себя счастливым, он полнеет. Вы увидите, что эти свиньи, они очень толстые, но что они едят? Они питаются испражнениями, живут в грязном месте, но они думают, как же я счастлив. Такова иллюзия майи. Человек живет в отвратительных условиях, но под влиянием иллюзии, он думает, что у него все неплохо, он живет идеально. Однако человек, который находится выше, он понимает, что тот живет в отвратительных условиях. Так, эта иллюзия имеет место, но благодаря знанию, благодаря хорошему общению, благодаря наставлениям шастер, гуру, святых, человек должен понять ценность жизни и жить соответственно этому. Этому учит Кришна. Нираши не следует желать без необходимости, не следует желать больше, чем нужно для жизни. Это называется нираши. Другое значение этого слова не склонность к материальным наслаждениям. Это возможно, когда человек обладает полным, совершенным знанием. Я не тело, я душа. Моя потребность в том, чтобы продвигаться в духовном знании, вот тогда человек становится нираши. Все это элементы необходимые для тапаси, для аскезы. Сейчас люди забыли об этом, они не знают все такое, аскезы. Но человеческая жизнь предназначена для этой цели. Этому учит шастра. Человеческая жизнь предназначена для тапаси. Поэтому бедический образ жизни предполагает, что жизнь начинается с тапаси, брамачари. ученика посылает в гурукулу для практики брамачарьи. Это тапаси. Эта жизнь не очень-то легка. Он спит на полу, он ходит от дома к дому, чтобы собирать милостыню для гуру. Но такие брамачари не устают, потому что они дети, если их научили этим аскезом, они привыкают к этому. Они называют всех женщин, мать, мать, дай мне пожертвование. И они возвращаются в дом гуру, все принадлежит гуру. Такова жизнь брамачари. Это тапаси. Это ведическая цивилизация. С самого начала жизни детей следует обучать тапаси, брамачарья, целебату. Брамачари не имеют права встречаться с какой-либо молодой женщиной. Даже если она жена гуру, он не имеет права подходить к жене гуру. Он должен следовать этим ограничениям. Где же сейчас брамачарья? Нет никакой брамачарьи. Это кальюга. Никакой тапаси. Но согласно ведической цивилизации варнашама дхарма. Ведическая цивилизация это четыре варна и четыре ашрама. Мы начали свою лекцию объясняя вот эту шлоку четверть варнашам риштам. Это цивилизация. До тех пор, пока человек не поднимется на этот уровень цивилизации варнашама дхарма, он остается животным. Это цивилизация животных. Мы предпочитаем такую цивилизацию, поэтому мы живем как животные. Мы деремся как кошки и собаки и страдаем как кошки и собаки. таково положение нираси ято читта атма контроль я приму именно столько, сколько мне необходимо, не больше и не меньше. Управление читтой, разумом и атма нужно управлять умом. париграха означает без необходимости что-то накапливать оттягара. Ширупа Госвами дал определение тому, что убивает бхакти. Если вы хотите продвигаться в духовной жизни в бхакти-йоге, вы должны избегать всего этого. Шести видов. Шадбхи, бхакти-пранасшати, бхакти-винашшати. Что это такое? Аттихара. Есть больше, чем необходимо. На самом деле мы не должны есть, пока не проголодаемся как следует. Это значит правильное питание. Если вы проголодались, вы можете съесть любую пищу и почувствовать удовлетворение. Не нужно есть просто по привычке. Мы должны, конечно, есть регулярно, но мы не должны есть больше необходимого. Самый лучший принцип. Если не чувствуете голода, не ешьте. Если нет голода и в то же время нет аппетита, и при этом мы едим, то это приводит к несварению, к расстройству кишечника. Зачем нам это делать? Поэтому это запрещается. Аттихара. Ахара значит еда. есть больше необходимого. Или также ахара означает накапливать. Накапливать больше необходимого. Аттихара праясос. Праяс это то, что достигается великими усилиями. Нет, мы должны принимать только то, что приходит легко. нам не нужно тратить без необходимости свои силы. Праджалпа. Говорить всякую чушь. Сидеть вместе, болтать или читать газеты о разных там политиках и социальных работниках. Все это чепуха. Нужно избегать чтения газет или говорить о всякой чепухе. Это праджалпа. ньяма аграха ньяма аграха ньяма не следовать предписаниям или ньяма аграха аграха значит без необходимости без каких-либо результатов следовать всем этим правилам. Это называется ньяма аграха. Мы должны следовать правилам для того чтобы получить благо но если они не приносят нам никакого блага то следование таким правилам это аграха мы следуем только ради следования но не ради плодов мы должны видеть что это приносит результат джанасангашча общаться с нежелательными людьми вы должны общаться с преданными не с другими и лауля жадность если вы постигаете науку преданного служения вы должны всего этого избегать и противоположно с этим качеством просить для тебя означает то что способствует что это уцаха усилия в этой жизни я должен исполнить свою миссию сознание Кришны это называется уцаха дхайрья не нужно беспокоиться из-за того что результаты не приходят мгновенно просто терпеливо продолжайте трудиться нишчая означает твердо верить в слова Кришны Кришна говорит это называется твердой верой Кришна сказал что если я служу ему с преданностью я никогда не буду потерян Кришна защитит меня Кришна говорит если у вас есть эта вера это называется преданностью Кришна говорит да но возможно он не сможет меня защитить нет Кришна может он всемогущий он может вас защитить если он говорит значит это правда это называется нишчая уверенность в том что Кришна защитит такой человек не думает так как я не вижу Кришну я не знаю защитит он меня или нет нет его слова достаточно это называется нишчая но вы должны следовать правилам какими они даны в шастрах не думайте что Кришна защитит меня а я могу заниматься чем хочу я могу есть что хочу делать все что хочу как один негодяй советует нет такого явления как ограничение на пути самопознания вы можете есть все что хотите делать все что хотите и людям нравится такая программа а как только говорят об ограничениях им это противно поскольку мы накладываем множество ограничений в западном мире меня называют консервативным свамиджи мы должны стать консервативными мы должны следовать правилам мы не можем допускать такой свободы делайте все что хотите но при этом вы можете прогрессировать в духовной жизни это исключено потому что духовная жизнь подразумевает тапасию былые времена великие святые шли суровым путем подвижничества в течение тысяч лет сотен лет и тогда они достигали успеха в кали-югу мы не способны на такую суровую тапасию и поэтому есть уступка уступка в том что вы можете жить чистой жизнью и повторять мантру Харе Кришна этого достаточно чистая жизнь значит не вступать в недозволенные половые отношения не употреблять одарманивающие средства не есть мясо и не играть в азартные игры это чистая жизнь эти юноши и девушки присоединившиеся к этому движению отказались от всего этого но они не умирают никто не умрет если он ведет чистую жизнь все только будут расти духовно благодаря этому тапасия брамачарьяна так заповедуют шастры если вы хотите быть счастливыми саттва саттва значит мое существование в настоящий момент мое существование не является шудха чистым например если у вас отравлен организм вы заболеваете что касается души живого существа то это своего рода болезнь джанма мриттю джаравья джи это факт поскольку душа вечно душа вечно она не умирает она не исчезает после разрушения тела но она меняет его мриттю джанма мриттю означает смена тела люди должны проявлять разум чтобы узнать зачем мне приходится терпеть эти страдания повторяющихся рождений и смертей но они не знают об этом о том что есть жизнь без рождения и смерти после того как мы покинем свое тело мы можем больше не рождаться в материальном теле есть такая жизнь и у нас есть эта информация почему мы не должны исполнить миссию нашей человеческой жизни зачем без необходимости желать всех этих наслаждений вот что такое это пассив если если мы наслаждаем свои чувства ахана нидра бхая майдху намча едим спим занимаемся сексом защищаемся мы столько жизней делали это почему хотя бы эту жизнь не посвятить тому чтобы следовать совершенному пути избавиться от смерти от рождения от болезни от старости они думают что все это утопия но мы так не считаем мы верим в слова Кришны слова шастры и мы пытаемся принять это практиковать это и проповедовать это и в этом смысл движения сознания Кришны Зачем нас должно интересовать очищение нашего существования Яна Брама Соккин Анантам Вы стремитесь к счастью Вот это временное счастье материальных наслаждений не является счастьем Настоящее счастье запредельно материальным наслаждением это настоящее счастье Мы должны искать этого счастья Подлинное счастье это наслаждение с Рамой наслаждение с Кришной Что представляет собой это наслаждение Кришна Господин Он Хозяин Он распоряжается а Вы выполняете его распоряжение и в этом черпаете наслаждение как слуга не как Господин как верный слуга у богатого Хозяина Он отвечает Хозяину взаимностью оказывая ему служение и Хозяин доволен служением своего слуги и слуга доволен тем что он служит Господину таковы наши отношения к сожалению мы пытаемся стать Господином вместо того чтобы покориться и стать мы в действительности вечные слуги мы не можем быть господами если мы не становимся слугой Кришны нам придется стать слугой своих чувств вот и все но мы не можем не быть слугой если мы становимся слугой Кришны естественным образом мы становимся хозяевами своих чувств потому что чувства не могут уже соблазнять вас толкая их на наслаждение потому что чувства заняты хриши кеша это одно из имен Кришны хриши кеша хриши кеша значит чувство когда мы посвящаем свои чувства служению Господину чувств то это называется бхакти как только мы направляем свои чувства на упадхи сарвападхи у нас столько упадхов я этот я тот я человек я кошка я собака я браман я шудра я американец я индиец все это упадхи сарвападхи бинин муктам когда человек освобождается от всех этих упадхи он понимает я душа ахамбрамасми поэтому мой долг отвечать взаимностью на отношения с верховным брахманом парабраманом философы майвади не знают что есть такие отношения между парабраманом и брахманом любовные отношения они этого не понимают они думают что брахман когда брахман сливается с бытием парабрамана всему приходит конец нет не приходит потому что мы индивидуальности мы не можем оставаться без какой-либо деятельности идея о том что мы можем оставаться без какой-либо деятельности всего лишь теория это невозможно если у нас нет знаний о духовной деятельности нам придется вновь вернуться к материальной деятельности есть много примеров саньяси они так сказать сливаются с брахманом но возвращаются к материальной деятельности посвящают себя политике социологии и так далее поэтому эти наставления очень ценны шарира делайте только то что необходимо чтобы поддерживать ваше тело будьте удовлетворенными все что дает Кришна довольствуйтесь этим не стремитесь накапливать все больше и больше экономьте время чтобы продвигаться в сознании Кришны с великим энтузиазмом вы можете продвигаться в сознании Кришны шарирам кевалам не нужно действовать ради своих наслаждений вам необходимо есть вот что вы можете есть злаки овощи фрукты молоко сахар вот и все зачем есть непотребную пищу благодаря этим продуктам вы можете поддерживать прекрасное здоровье саттви кахара вы можете готовить множество прекрасных блюд сочетая эти продукты зачем убивать животных ради удовлетворения своего языка это непозволительно это лишь еще крепче свяжет вас в этом мире но поддерживайте свое тело в хорошем состоянии ешьте все это то что предназначено для людей и тогда вы будете здоровы у вас будет время для развития создания Кришны если же вы все свое время и силы будете тратить на чувственное наслаждение будете продолжать работать 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 ходить в ресторан есть пить возбуждать свое тело вином женщинами что это за жизнь это не жизнь это животная жизнь настоящая жизнь это поддерживать здоровье в порядке работать так чтобы было для свободное время принимать питательную пищу состоящую из Кришна Прасада Кришна говорит Патрампушпампхаламтаям Он ест все это Патрампушпампхаламтаям это овощи продукты в жидком состоянии то есть вода молоко и много другого злаки предлагайте это Кришне Кришна Вират Его вселенская форма огромна но Кришна пришел как Арча Виграха чтобы вы могли служить чтобы вы могли видеть Его прикасаться к Нему и так ваша жизнь становится успешной это движение сознания Кришны Субтитры создавал DimaTorzok